20.30 в Новосибирске области в эфире информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте! И прямо сейчас коротко о главных темах. Здесь, на новосибирской производственной площадке и в Сузуне, выпускаются анальгетики, антисептики, кардиопрепараты и инъекционные растворы. Вся информация в одном штрих-коде, что теперь может поведать о лекарстве обычный смартфон. Владельцы электромобилей в областном центре теперь могут пополнить заряд аккумулятора не только дома от розетки, но и на специальных заправочных станциях, первая из которых открылась сегодня в самом центре города. 100 километров от розетки до розетки. Когда владельцы электромашин смогут забыть о подзарядке в гараже? Мы едем в Париж и еще несколько городов Франции. Ну и, наверное, сначала мы заглянем, конечно, опять полюбившихся нам Германию и Берлин. Оркестр в Китай, хор в Европу. Новосибирские музыканты рассказали о гастрольном графике. Сегодня утром по Новосибирской области прошел атмосферный фронт. Несколько районов накрыла сильная метель. Эти кадры сняты на Берском шоссе. Видимость в 11 часов утра не больше 200 метров. Интенсивный снегопад продолжался больше часа. Город снова завалил снегом и к вечеру вновь образовались пробки. Добавлю, что в прокуратуре инициировали проверку работы коммунальных служб города по очистке улиц и тротуаров. Новосибирский производитель медикаментов обошел не только российских, но и зарубежных конкурентов. Теперь вся продукция компании промаркирована QR-кодами. Приложение на смартфоне считывает все о производителе и самом препарате в считанные секунды. Это не только борьба с контрафактом, но и с мошенническими схемами по перепродаже лекарств. Обновление крупнейший российский производитель лекарственных средств. Продукция представлена более чем в 30 тысячах аптек по всей стране. А объем выпуска превышает 170 миллионов упаковок в год. Здесь, на новосибирской производственной площадке и в Сузуне, выпускаются анальгетики, антисептики, кардиопрепараты и инъекционные растворы. И теперь весь объем одного из лидеров российского рынка будет иметь свою маршрутную карту. Причем отследить по QR-кодам можно будет не только опт, считав информацию с коробки, но и каждую упаковку. Выпускаем приложение, называется «Честный знак». Наводим камеру на штрих-код. Виден производитель. Когда данные о выпуске будут занесены в систему, станет доступен код срок годности. Соответственно, форма и текущий владелец. Сразу виден не только контрафакт. Так, проверки в Южном и Центральном федеральном округах выявили схемы продажи бюджетных лекарств в аптеках. В 2017 году было выявлено правонарушение уголовных на сумму более 100 миллионов рублей. То есть, в основном, это закупы за счет федеральных или гостных субсидий на лечебный процесс и потом перепродажа в розничной сети. Теперь каждый через приложение «Честный знак» может сообщить о том, что купил в рознице лекарства из медучреждения. Производитель утверждает, что внедрение маркировки никак не повлияет на цену. Это очень экономически выгодно компании. Потому что иногда нам приходится за одну и ту же пачку разным участникам рынка несколько раз платить за продвижение продукции, за размещение на полке этой продукции. Маркировка должна положительно повлиять и на качество продукта. Легче отслеживать побочные эффекты, воздействие препарата, распространение партии. То есть, вы будете полностью уверены в том, что вы купили именно то, что нужно, что вам врач прописал. Сейчас сканеры штрих-кодов уже появились практически во всех крупных больницах и поликлиниках Новосибирской области, а также в половине муниципальных и федеральных медучреждений. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. Члены региональной общественной палаты должны не только контролировать реализацию национальных проектов, но и предлагать властям свои идеи в здравоохранении, образовании, молодежной политике и других сферах. Об этом заявил сегодня первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. В реализации национальных проектов нельзя ориентироваться только на формальные цифры и графики. Главное, конечно же, учитывать интересы и ценности людей. Именно так, как вы помните, формировалась стратегия «Сибирское лидерство». Ведомственным программам часто не хватает живой мысли, необходима реальная общественная экспертиза. Чиновникам, в свою очередь, следует прислушиваться к мнениям представителей некоммерческих структур и благотворительных фондов. Не за горами подведения предварительных итогов реализации национальных проектов в нашем регионе. И, по мнению экспертов, есть проблемы, решить которые можно только сообща. К другим темам. Владельцы электромобилей в областном центре теперь смогут пополнить запас аккумуляторов не только от домашних розеток, но и на специальных заправках. Первую из которой открыли сегодня в центре «Мегаполис». Сегодня в Новосибирске лишь около 300 электромобилей. Мало кто решается покупать такие машины как раз из-за проблем с подзарядкой. Обычно запаса хода на день хватает, но заправочные станции точно не будут лишними. Большинство все равно будет заряжаться дома, но такие заправки позволяют не так рассчитывать свой пробег дневной. Зная, что без проблем можно подзарядиться где-то в дороге, не только дома, можно ездить практически там. Нисколько позволяет заряд на 100 километров, можно и больше. Компания, установившая заправку, планирует в ближайшее время смонтировать 20 станций по всему городу. Возможно, это будет стимулом для новосибирцев садиться за руль электрокаров. Тем более, что их содержание обходится значительно дешевле. Дмитрий Антипов, Алексей Зубило, Новости ОТС. В сибирской столице подвели итоги регионального конкурса «Я волонтер». Традиционно в нем принимают участие те, кто под доброй волей приходит на помощь нуждающимся. Жюри отметило несколько некоммерческих общественных организаций, а также рядовых граждан, внесших весомый вклад в развитие добровольчества в нашей области. В торжественной церемонии приняли участие почти 250 человек со всего региона. Само мероприятие напоминало вручение премии «Оскар». И до последнего приглашенные не знали, каких наград будут удостоены. Однако ни один участник не остался без внимания. Все гости церемонии получили памятные дипломы. Премия 13 номинаций мы поощряем, их награждаем. На самом деле это признание за их состояние души, за их желание изменить жизнь. И самое главное быть настоящими друзьями наших жителей, земляков, помогать им. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Не нужно никаких формул, мы просто на дисплее переставляем атомы калия и водорода. И получаем, что в результате образуется вода и хлорид калия. Появляется новогоднее настроение и кажется, что ты на настоящей сказке. Лучше, конечно же, быть в тематике, чтобы вжиться в стилистику мероприятия, чтобы прочувствовать весь сюжет, стиль и быть на одной волне со всем коллективом. Резиденты Академпарка разработали необычное приложение для смартфона. Оно поможет школьникам в игровой форме изучать курс химии. На экране можно будет проследить даже особенности реакции. Мой коллега Сергей Толмачев разбирался, как это работает. Это одна из самых популярных сегодня виртуальных бродилок. Ковбойские разборки захватили миллионы пользователей. Много крови, постоянные драки, но абсолютно никакой новой информации. Узнать можно разве что, как был устроен дирижанс на Среднем Западе. Семен Шпирлинг, президент технопарка, однажды подумал, а почему бы не создать игру, в которой главным будет именно получение знаний. Например, из курса химии. Нужно понять, какие элементы там есть, нужно понять параметры этих элементов. Масса, объем, количество вещества. Все это есть про каждую молекулу и с разными исходами данных. Можно провести взаимодействие их, достать недостающие элементы, недостающие данные и решить задачку. Каждый из нас лишал химические уравнения у доски. Мы помним длинные формулы, которые приходилось писать. А в новом приложении элементы периодической таблицы можно тасовать, как колоду карт. Один из самых простых примеров – реакция гидроксида калия с соляной кислотой. Не нужно никаких формул, мы просто на дисплее переставляем атомы калия и водорода. И получаем, что в результате образуется вода и хлорид калия. Можно по старинке карпитно-тетрадками, а можно и в сетевом варианте химической игры сразиться с одноклассниками. Однако в образовательный стандарт приложения не внесут. Слишком много бюрократических процедур. Хотя это почти учебник. Задачи-то писал ученый. В команде есть опытный химик, кандидат химических наук, сотрудник Института неорганической химии. И его экспертиза поможет нам упаковать наши знания в соответствии с его пониманием науки. Разработчики говорят, начали с химией, потому что так проще составить виртуальные формулы. А когда покорят таблицу Менделеева, подумают и о физике, и о других предметах. Запоминать школьный курс с помощью смартфона и в игровой форме гораздо проще. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Зимнее пальто из шерсти альпака. Надеваешь и снимать не хочется. С 5 декабря по 15 января в скидке 20% на весь ассортимент. А на некоторые модели до 50%. Красный проспект 81. В Новосибирской области подвели итоги конкурса СС в рамках проекта «День рубля». Школьники со всего региона состязались в знании основ финансовой грамотности и красноречии. Победители отправятся в Москву на всероссийский этап. Свои работы отправили почти 150 детей, но почти треть не прошли проверку на уникальность. Зато авторов лучших работ наградили грамотами и ценными подарками. Как рассказали в правительстве, главная задача конкурса – сформировать у школьников правильное отношение к деньгам, повысить финансовую грамотность. Отрадно отметить, что участниками стали не только ученики школ города Новосибирска, но также и ученики школ, которые расположены в сельской местности. Ну и учитывая столь большой интерес, который проявился к нашему конкурсу, наверное, мы сделаем все возможное, чтобы он стал традиционным ежегодным. Скрипачи в Китае – гармонисты. В Европу в новом 2020 году наших музыкантов ждут в разных городах мира. Новосибирский симфонический оркестр приглашен в Поднебесную, а сибирский хор – в Париж. О международных выступлениях наших коллективов подробно расскажет Алексей Кудинов. За пультом Новосибирского симфонического оркестра известный исполнитель на ударных инструментах и один из самых востребованных дирижеров Китая – Лебяо. С новосибирским коллективом он уже работал два года назад. Сейчас вместе с оркестром маэстро репетирует программу грядущего гастрольного тура. Особенность китайских гастролей всегда – это довольно-таки легкая музыка, это миниатюры какие-то, наши Дунаевские и прочее. Но нам в этом смысле везет. У нас вполне серьезные программы. У нас Чайковский, Пятая симфония. В общем, как-то повезло нам с промоутерами. Они нам ставят вполне серьезные цели. В этом смысле не веселить народ, но Новый год, а просвещать. В Китае симфонический улетает в конце декабря. Коллектив выступит в нескольких городах. Новый год музыканты встретят в 12-миллионном Ухане. Отыграв концерт 1 января, оркестр уже второго будет в Пекине. График сложный, но симфонический к нему готов. Только в этом году у оркестра были 14 концертов в Великобритании, 11 в Германии. Везде хорошие отзывы и приглашения на новые гастроли. Сумел зарекомендовать себя в Германии и сибирский хор, который выступил в этой стране в рамках проекта «Русские сезоны». Во время концертов в Германии я лично присутствовал на концерте, на двух даже концертах. И мне показалось, а может даже не показалось вообще, жителям Германии нравится русская культура. Я хочу сказать, что зал был полон, аншлаговый зал. И немецкие жители, они очень хорошо воспринимали именно нашу профессиональный коллектив. То есть на ура, аплодировали. Сибирский хор только что вернулся из еще одной поездки. Этот коллектив принял участие в культурной программе Дней Новосибирской области в Совете Федерации. Серьезный гастрольный план есть и на следующий год. Весной сибирский хор вновь ждут в Москве, а во второй половине года – в Европе. Это самые знаковые события, которые нас ожидают. Мы выезжаем, и сертификат был подписан на нашем участии в Днях России по Франции. А сертификат на участие в этом культурном мероприятии мы получили на грандиозном форуме в Санкт-Петербурге, который проходил в ноябре. Мы едем в Париж, еще несколько городов Франции. Ну и, наверное, сначала мы заглянем, конечно же, опять полюбившихся нам Германию и Берлин. Впрочем, и в свободное от разъезда время жизнь коллектива не назовешь спокойной. Сейчас сибирский хор на своей площадке в концертно-театральном центре Евразия готовится и к премьере новой программы, и к традиционному марафону новогодних представлений. Алексей Кудинов, Сергей Жданов, Дмитрий Злобин и Тарас Тарасов. Новости ОТС. А хор из детских голосов сегодня звучал в театре «Кукол». 200 школьников за отличную учебу и примерное поведение получили приглашение на елку главы Новосибирского района. О том, как это было, сюжет моих коллег. И зайчики, и белочки, и лисички, и даже королевичи с принцессами ребята основательно готовились к елке. Они не только наряжались и учили стихи. Весь год дети прилежно учились и побеждали в конкурсах, спортивных соревнованиях и олимпиадах. И Большой Дед Мороз, который там дает подарки, это, конечно, запоминается на всю жизнь. Именно поощрение того, что ты сделал, и это награда за то, что ты трудился весь год, и есть мотивация и желание трудиться уже следующий год. И важно, чтобы мы, взрослые, опять же, со всей своей душевностью вот такие мероприятия организовывали, проводили. Получилось действительно душевно. Две сотни детских голосов пели песню про елочку, водили хоровод, танцевали и получали сладкие подарки. А еще они смогли увидеть новогоднюю премьеру Театра кукол. А сегодня день особый. Сдаем снежную королеву. И вот так попало, что наши партнеры, Новосибирский район, всегда смотрят это новогоднее представление первое и участвуют в нем. Вот такое яркое начало праздника получилось у самых активных и талантливых маленьких жителей Новосибирского района. Появляется новогоднее настроение и кажется, что ты в настоящей сказке. Классно, но еще только, мне кажется, начало веселья. Впереди еще целая череда новогодних праздников, но ребята признаются, эту елку запомнят надолго. И очень постараются, чтобы попасть сюда и в следующем году. Алина Штоколова, Евгений Агеев, Новости ОТС. Буквально через несколько минут в нашем эфире очередная ледовая баталия. Сибирь против Салавата Юлаева. Прямая трансляция хоккейного матча в Уфе. Будем болеть за наших. Я же с вами на этом прощаюсь. 17 декабря в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Здравствуйте. Прогноз на 18 декабря. На территории Новосибирской области будет малооблачно. В отдельных районах небольшой снег. На юго-западе области днем в Багане и Купино минус 13, минус 11. По северо-западу днем в Барабинске, Чинах и Каштовке минус 12, минус 10. В юго-восточных районах в Сузуне минус 9, минус 7. В Маслянино и Искитиме минус 11, минус 9. В северо-восточной части в Колыване и Тагучине также минус 11, минус 9. В Новосибирске 18 декабря по данным сервиса Яндекс.Погода ожидается небольшой снег. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 86%. Температура ночью минус 12, минус 10, днем минус 10, минус 8. Атмосферное давление 759 мм. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»